Уважаемые коллеги, продолжаем успешно начатую работу вчера. Мне уже как бы много лет, но я всегда умиляюсь, когда в субботу, я сам удивляюсь, в субботу ты приходишь и люди хотят учиться. Люди хотят учиться и я понимаю, что здесь не потому что нечего делать, выходные дни нет, а это действительно великолепная возможность, великолепная возможность двигаться дальше. Поэтому не говоря много лишних слов, добро пожаловать и начинаем работать. Первый доклад сделает профессор Суркова Елена Викторовна. Доклад называется «Цели гликемического контроля». А дальше, на самом деле, очень важные слова. Понять, действовать, достичь. Пожалуйста, Елена. Спасибо, уважаемые председатели, дорогие коллеги, добрый день. Действительно, цели гликемического контроля – это сейчас настолько важная для нас тема и проблема. Потому что мы понимаем, что та самая приверженность, которой мы так желаем добиться от пациентов, она, к сожалению, при сахарном диабете есть и была, и, наверное, будет какое-то время оставаться очень низкой. Вот здесь вы видите внизу цифры по приверженности лечению наших пациентов, касающихся медикаментозной терапии, инсулина в том числе и самоконтроля. Это данные исследований США, европейских стран, она довольно низкая. Нам почему-то часто кажется, что наши больные особенно какие-то такие нерадивые и так далее. Это абсолютно глобальная мировая проблема. И посмотрите, ниже всего приверженность к самоконтролю, как это ни странно. Относительно своих пациентов мы говорим, у них нет денег, нет обеспечения и так далее. Но когда есть полное обеспечение при такой развитой системе здравоохранения, к сожалению, это не делает еще приверженность стопроцентной. Более того, в последние годы, в последнее время появилась масса публикаций, выражающих озабоченность о том, что технологии используются много. В диабетологии колоссальный прогресс, конечно, за последние годы произошел. А вот с приверженностью очень плохо. Посмотрите, пожалуйста, вот эта публикация, здесь переведено ее название, которая посвящена была приверженности такому высокотехнологичному методу контроля, как непрерывное мониторирование гликемии. Этим больным из США, Швеции, Германии, Нидерландов бесплатно по разным видам медицинского страхования предоставлялись системы непрерывного мониторирования, расходные материалы. И в течение года их пронаблюдали. Это все по электронным базам данных, теперь очень легко определить и понять. Так вот оказалось, что частота досрочного прекращения мониторинга, досрочного прекращения бесплатного обеспечения составила 27%. Более четверти больных раньше времени прекратили такую возможность. И очень низкая приверженность, достигавшая 30% у пациентов, она должна быть высокой для того, чтобы получить максимальный эффект от любого высокотехнологичного метода. Отсутствие приверженности, раннее прекращение мониторинга, которые были зафиксированы, они приводили также к потере большого количества, большой доли ресурсов здравоохранения в этих странах. И вывод, который делают авторы, что проведение тщательной оценки пациентов требуется, прежде чем предлагать им обеспечивать их различными высокотехнологичными методами. И недаром в последнее время, вот уже до боли знакомая нам схема консенсуса Американской диабетической ассоциации, Европейской ассоциации по изучению диабета, пациент в центре, в последнее время огромное внимание опять пациенту как личности, как участнику и гаранту, в общем-то, эффективности лечебного процесса. И обратите внимание, ну тут масса-масса, вы уже знаете, знакомы с этой схемой, масса вокруг всего у пациента есть. И вот внизу очень оригинальная вещь, это система SMART, которая пришла в медицину из бизнеса, из менеджмента. Это там менеджеры, управленцы поняли достаточно давно, что если нет четко поставленных целей, измеряемых, специфичных, адекватных, реалистичных, точно определенных во времени, то успеха не жди. И посмотрите, медицина теперь начинает пользоваться вот этими управленческими технологиями. Итак, суть концепции, что только понятные, четко сформулированные цели являются непременным условием активных действий и достижения успеха. Вот наши индивидуальные цели гликемического контроля, да более нам знакомые, по-моему, с 2011 года они существуют, да, Александр Ильич, в алгоритмах. То есть уже достаточно давно. Мы их присвоили, мы их хорошо понимаем, и мы для себя их определяем. Вопрос другой. Насколько мы делегируем эти цели пациенту? Я сейчас не буду никакого голосования, конечно, устраивать, но каждого из вас прошу ответить внутри себя на вопрос. Какой доли своих пациентов вы сообщаете их цели гликемического контроля? Проговаривайте их. Какая доля из этих, кому вы позиционируете цели гликемического контроля, записывает эти цели с ваших слов? И, наконец, какую долю уже из этих вы просите повторить, назвать свои цели гликемического контроля? Если мы этого не делаем, а занимает это не так много времени, то, к сожалению, мы не можем рассчитывать на полноценное понимание пациентам своих целей гликемического контроля. Посмотрите, пожалуйста, данные исследований. Оказывается, первое исследование, первый и второй тип, пациенты совершали ошибки, связанные с неверным пониманием интерпретации результатов определения гликемии. Один из четырех не могли правильно определить, когда значение уровня глюкозы было в целевом диапазоне. Опять же, подчеркиваю, что это исследование, проведенное в Соединенных Штатах. Второе исследование. Более 70% пациентов с сахарным диабетом второго типа не смогли распознать высокий уровень глюкозы. Они называли желательные для себя уровни 5-7 ммоль на литр. Но когда им нужно было выбрать высокие значения, все это было заведомо выше 10. То есть нет четкого понимания, что такое целевой диапазон, что такое повышенные цифры. Но что было бы оптимально? Чтобы каждый наш пациент имел некую такую табличку, где мы располагали бы те показатели, для которых мы ставим определенные цели. Это гликированный гемоглобин, глюкоза, натощак, и через 2 часа после еды это может быть артериальное давление, это могут быть липиды. То есть табличка может быть продолжена. Мы ставим цель вместе, объясняя это пациенту. Пациент вносит результаты через какой-то определенный промежуток времени. И дальше мы вместе с пациентом принимаем некую оценку, достигнута цель или нет. Вот в данном случае гликированный гемоглобин цель достигнута, по глюкозе натощак достигнута, а по постпродиальной гликемии цель не достигнута. Я представляю вам здесь памятки, которые представляют компании, в частности вот этот удобный дневничок, сделанный компанией LifeScan, где предлагается уже готовая табличка для того, чтобы мы могли вместе с пациентом определить и записать его цели гликемического контроля. Ну и здесь образец заполнения, и мы на первой страничке дневника можем проставить с галочками те временные точки, препродиальные, постпродиальные, два раза в день, четыре раза в день и так далее, в зависимости от терапии, когда мы просим пациента определять показатели гликемии. Это, конечно, облегчает понимание целей, бесспорно. Что еще сделано и что в настоящее время уже четко известно? Есть система цветовой индикации. В данном случае вот здесь перед вами два гликометра уже наверняка хорошо знакомых, особенно OneTouch Select+, конечно же, вам знаком. Есть еще его братец, такой более умудренный Select+, Flex, в котором есть возможности дистанционной передачи данных, но мы сегодня не об этой функции говорим, а говорим о функции, в общем-то, простой цветовой индикации. Вот здесь более уже знакомый нам пример. Да, вот так выглядят показатели гликемии, когда пациент проводит самоконтроль. Цифра сопровождается стрелочкой, которая указывает на низкий, целевой или высокий показатель гликемии. Синий низкий, зеленый в целевом диапазоне, и красный – это гипергликемия, выше цели. Разумеется, в этом глюкометре имеется возможность индивидуальной настройки целевого диапазона гликемии. Вот казалось бы, очень простая вещь, никакой здесь даже особой высокой технологии нет, но что оказалось, это очень здорово помогает пациентам понимать тот показатель, интерпретировать, который он получает на глюкометре. В частности, исследования, когда пациентами со вторым и с первым типом диабета демонстрировали результаты измерений гликемии, ну какие-то, не их, да, которые либо отражались цветом, либо они без цветовой индикации. Дальше оценили, ну вот как это выглядело, вот здесь на экране дисплея часть показателей помечена цветом, так как это выглядит на экране глюкометра, а часть цветом не помечена. И пациенты должны были делать выбор, например, выбрать все низкие показатели. То же самое на распечатках, на бумаге, не индицируемый цветом и с цветовыми индикаторами, так как выглядит на дисплее этого глюкометра. Что оказалось? Поскольку в этом исследовании оценивали также математическую грамотность пациента, то здесь получилась определенная увязка. Чем выше пациент имел математическую грамотность, тем в меньшей мере он полагался на цветовое обозначение при установлении повышенных, пониженных уровней глюкозы. Но при любых математических способностях пациенты всегда лучше определяли дни с низкими, нормальными и высокими уровнями глюкозы в дни гниках наблюдения с цветовым обозначением. Резюме. Было показано, что цветовое обозначение может положительно влиять на стремление пациентов принимать меры, то есть они говорили высокий, значит я должен что-то сделать. В зависимости от уровня глюкозы и этот эффект был особенно заметен у лиц с низкой математической грамотностью. У нас сейчас очень интересное время, когда технологии бурно развиваются, но люди от этого не делаются умнее. Вот эта математическая грамотность простая вещь. Понятно, что она может быть у возрастных пациентов не очень высока, потому что есть когнитивное снижение. К сожалению, сегодня мы не можем об этом говорить, это отдельная очень интересная тема. Но дело в том, что молодые, в том числе пациенты с диабетом и люди без диабета, имеют уже совсем другое образование, и у них с математической грамотностью, при том, что всегда есть калькулятор под рукой, у них очень плохо. Я вам привожу один такой анекдотический пример. В мебельном магазине я оформляла некую покупку, заказ делала на изготовление определенного примера, сумма гипотетическая. Молодой, очень молодой продавец, мне показалось, что он работает, если не первый, то один из первых дней в данном магазине. Он огласил мне сумму покупки, скажем, 14 тысяч рублей, распечатал договор, и посмотрите, какую сумму он выставил там. 14 тысяч, и дальше написано «тыс рублей». Я спросила его, вы хотите с меня взять 14 миллионов за эту, скажем, павуретку. Он страшно удивился. Я потратила много времени, чтобы объяснить, что если написано 14 тысяч цифрой, и еще стоит «тыс рублей», то есть я видела, что человек реально не понимал. Ну, каково его будущее в работе в сфере торговли, я, конечно, не знаю, но мы не должны об этом забывать, что не все люди хорошо работают с цифрой. Хорошо, допустим, мы добились вот с помощью таких простых технологий, с помощью напоминания, проговаривания целей гликемического контроля, мы добились, что пациент стал понимать свои цели гликемического контроля, но этого еще мало, он должен начать действовать, чтобы добиваться достижения этих целей. Что по этому поводу нам говорят исследования? В одном из исследований одного известного достаточно американского автора, Вильяма Полонски, было показано, что более половины, 54% пациентов с сахарным диабетом второго типа на инсулинотерапии сообщили, что не предпринимают действия при высоком или низком значении уровня глюкозы крови. Это второй аспект проблемы, и тоже мы не можем особенно подробно останавливаться на этой проблеме, но она существует. Вот эта проблема отсутствия действий при известном неблагополучном показателе, гликемии или чего бы то ни было. Человек видит, что показатель гликемии высок, у него в руках инсулин, которым он может действовать, но он почему-то не предпринимает никаких действий. Вот это понятие клинической инерции, которое в основном относит к нам с вами, к врачам, что мы не интенсифицируем терапию, они достаточно энергичны в этом процессе, оно точно так же свойственное у пациента. Вот эта внутренняя инерция, она вообще является неким глобальным свойством человеческой природы. Вот некий закон сохранения энергии, в кавычках, для человека, видимо, изначально он имел некую такую охранительную значимость. Тем не менее, сейчас, когда мы можем действовать, когда у человека есть инструменты к этому, он действий не предпринимает. Каким образом простимулировать к тому, чтобы человек, видя, что его показатели гликемии вне целевого диапазона, чтобы он все-таки что-то предпринимал? Было замечено, что приверженность лечению к разным видам контрольных и лечебных мероприятий при диабете, она взаимосвязана. В частности, есть исследования, которые показали, что приверженность к мегетелекоментозной терапии выше у пациентов, проводящих самоконтроль. Можно по-разному интерпретировать, но тем не менее. Посмотрите, пожалуйста, на цифры. Пациента, у которого был зарегистрирован сам факт проведения самоконтроля, просто провожу, не провожу, провожу, и сразу приверженность достоверно становится выше. 50% против 38% у непроводящих самоконтроль. И частота самоконтроля, разумеется, тоже имеет значение. Незначительная разница. Менее 0,5 тестирований в день, то есть не каждый день, против 0,5 одного в день и против более одного тестирования в день сразу цифры нарастают. То есть приверженность к медикаментозной терапии следует за приверженностью самоконтроля. Почему так происходит? Потому что мотивация, которой не хватает у пациентов, ее каким-то образом надо запустить. Для того, чтобы мотивация начала работать, пациент должен предпринять какое-то действие. И согласитесь, что самое простое действие для наших пациентов это самоконтроль гликемии. Да, соблюдение диеты, поддержание физической активности это тоже действие. Но это гораздо еще более инертный процесс, к которому надо приступить, который надо проводить изо дня в день, несопоставимо по реализации, по сравнению с самоконтролем. Более того, самоконтроль и сам по себе действие, и это еще то действие, которое влечет за собой некий каскад дальнейших действий. Так должно быть. Вот этот момент от того, как пациент видит, что что-то неблагополучно, и предпринимает при этом действие, это и есть тот самый запуск мотивации, воплощение ее в действие. Ну, например, если пациент видит высокую гликемию, мы понимаем, что он должен увеличить очередную дозу инъекции инсулина или сделать внеочередную инъекцию на понижение. Если это гипогликемия, тоже прием легкоусваиваемых углеводов и повторное измерение гликемии тоже не всегда делается. Опять же, гипогликемия огромная тема, это целый айсберг, обычно мы видим только то, что на поверхности. Почему пациенты неправильно купируют гипогликемию? Почему пациенты не проводят повторного измерения гликемии после купирования? То, что успех в купировании делают стопроцентным, но пациенты этого не происходят. Ну и, наконец, кто сказал, что люди не на инсулинотерапии, не могут предпринять действий. Если пациент без инсулинотерапии со вторым типом диабета видят высокие постпроэндиальные показатели, он начинает открывать для себя необходимое соблюдение и диеты. Сколько к нам пациентов приходит после того, как мы дали им задание посмотреть постпроэндиальную гликемию, которые сделали открытие, что, оказывается, антоновские яблоки или некие зеленые яблоки, которые, как они всю жизнь считали, сахар крови не повышают, оказывается, произошел подъем до 15. Ну, тут у нас с вами появляется сразу тема для разговора. Если остается пара минут, да, сколько же было этих яблок, какого же размера эти яблоки были и так далее, и так далее. То есть понимание такое более глубокое, то, что происходит в его организме, оно, конечно, появляется и может многое помочь в плане действий при диабете. Еще раз мы возвращаемся к технологии цветовой индикации. И давайте теперь поставим вопрос. Если это делается ли понятными, и мы в этом убедились, исследования показали, а сможет ли это привести к последующим адекватным действиям пациента? Оказывается, тоже такие исследования были проведены, но я остановлюсь на секунду, чтобы показать вам еще одну памятку, которую компания LifeScan предлагает нам с вами и нашим пациентам, когда вот к такому глюкометру с цветовой индикацией прилагаются памятки, которые поясняют, что делать в случае получения низких, целевых или высоких показателей выше цели гликемии. Посмотрите, пожалуйста, она достаточно краткая. Она именно проговаривает действия, которые должен осуществить пациент, и облегчает, безусловно, тоже нашу задачу в стимуляции пациента к действиям при получении нецелевых показателей гликемии. Что касается доказательств. Публикация, которая тоже, так сказать, вызвала энтузиазм, воодушевление. Был протестирован глюкометр с цветовой индикацией и посмотрели, как это влияет на самоконтроль и на гликемический контроль. Посмотрите, пожалуйста, это почти 200 пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа на инсулине, старше 18 лет, разумеется. Гликированный гемоглобин выше 7,5%. Они осуществляли регулярный самоконтроль, то есть понимали, что это такое. И это исследование многоцентровое продолжительностью 6 месяцев. Посмотрите, пожалуйста, на результаты. Было получено улучшение гликемического контроля. Понятно, что не первый день пациенты в принципе пользовались самоконтролем, но им предоставили возможность цветовой индикации. И что произошло? Достоверно снизился уровень гликированного гемоглобина за полгода на 0,7%. Все, что больше 0,5% для нас уже очень значимо и ценно. Уровень гликемии натощак снизился на 1,7 ммол на литр. Согласитесь, что это очень значимый, существенный результат. А что с частотой тестирования? Да, она возросла, но всего лишь 0,5 измерений в день. Это не такая значительная доля прироста по полоскам. Всего лишь пол измерения в день, то есть одна полоска на 2 дня. И это дало такой хороший результат. Почему мы можем действительно вынести суждение о том, что эта цветовая индикация привела к каким-то действиям? А потому что, посмотрите, вы помните, что эти больные были на инсулинотерапии. Вот доза инсулина в целом по группе, да, общая суточная доза, болюсный и базальный инсулин в единицах показаны. Посмотрите, пожалуйста, по сравнению с исходным показателем, 6-месячные показатели подросли. Не столь значительно в 67,8 была суточная доза и стала 74. Мы не можем говорить о каком-то там эскалации дозы, об огромном ее нарастании. Нет, она выросла умеренно, хотя достоверность очень высока была такого возрастания. И фактически, поскольку этим пациентам не меняли терапию, это были их собственные активные действия по адаптации доза инсулина. Как видим, базальный инсулин, да, и болюсный особенно, они увеличились. То есть пациенты стали более действующими. Соответственно, цветовая индикация – это помощь в понимании целей гликемического контроля, в интерпретации каждой получаемой цифры, и это еще надежда на то, что наши пациенты будут более активно действовать. Разумеется, при нашей помощи. И последнее слово, которое стояло – понять, действовать и достичь. Вот как достичь целевых уровней гликемии у каждого пациента? На это, конечно, нет однозначного вопроса. Мы понимаем, что мы можем это сделать. Участники этого процесса – это, конечно, наши пациенты. Но без нас они не смогут достичь целей. К сожалению, огромная доля пациентов самостоятельно не сможет этого сделать. Наша грамотная работа, поддержка технологий и дополнительных материалов, как те дневнички и памятки, которые я показала. Но в конце концов, многие из нас имеют свои памятки и свои формы дневничков. Ну, не показала я, к сожалению. Мы обычно показываем, сколько видов дневничков мы имеем в нашем отделении. Каждый в компьютере их имеет. И проставляем пациентам для образца те точки особо важного контроля гликемии. Вот все это вместе помогает добиваться эффекта, успеха у каждого пациента с сахарным диабетом. И для нас здесь тоже есть определенный эгоистический интерес, потому что с грамотным, подготовленным пациентом работать проще, легче. Мы видим эффект у большинства наших пациентов. И, в общем-то, удовлетворенность работы – это тоже, наверное, не последний фактор в нашей жизни. Каждый хочет быть эффективным. И я желаю от души, чтобы все мы были максимально эффективны в нашей работе с пациентами. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина Викторовна. Знаете, я хотел вам вопрос задать. А вот само слово «контроль» или «самоконтроль», ну вы у вас часто, гликемический контроль, оно не является вообще ограничением для повышения усиления приверженности. Потому что по природе своей человек, навряд ли кто-то из нас так особенно любит, чтобы его контролировали. Если бы мы заменили это, использовали другую терминологию. Управление. Управление. Эффективное, безопасное. По аналогии с движением. Он закончил автошколу. Тут компания «Лайвскен», вы рассказали. Красный, желтый, зеленый. Красный. Гидрометеоцентр, красный. И мы знаем, да, наверное, не надо выходить на улицу. Нужны срочные меры. То есть вот что-то должно по-другому работать. И еще один вопрос к вам. Вы суперпрофессионал. Потому что пока, да, сделал, не сделал. Ну и что, низкий приверженность. Да, мы записали столько-то процентов. А где у нас такой термин «ответственность»? «Ответственность», у вас была мотивация врача, но мотивация, пациента в смысле, а мотивация врача, ответственность за результат. Он когда-то должен появиться где-то, тогда это все будет работать. Смотрите, какие усилия индустрия прикладывает. И какая-то идеология, мне кажется, мы на том этапе времени, когда что-то должно измениться. Спасибо, Александр Сергеевич. И словно, как-то не только должно, оно, конечно же, меняется. И к терминам «управление заболеваниями», и к понятию ответственности пациента за результаты лечения, я отношусь более чем положительно. Единственное, что формат лекции, особенно временные рамки, не позволяют рассматривать, может быть, эту проблему глобально. Эта тема нет и другой лекции. Нет, я не про лекцию, я просто про как это. Да, 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 конечно. Безусловно, это тот этап, который пришел. Здесь уже мы не ждем его, он уже пришел. И вот эта персонализация подхода, не только в плане генетики, как это сейчас в основном звучит, а в плане личностного подхода, и в плане, безусловно, ответственности пациента за результаты лечения, ну сколько, как мы все вот сейчас в траве можем сказать, какой процент ответственности за результаты лечения лежит на пациенте? Ну, я бы поднял планку и сказал ответственность команды, потому что точно так же, как спортивная терминология, люди играют, получают за это деньги, играют на результат, ответственность, а с чего вдруг тогда? На команде лежит 100% ответственности. Команда, то, что популярный, Team Approach, это более, на мой взгляд, разумного подхода трудно представить себе, там и мотивация, и ответственность, и все что угодно, плюс все то, что вы великолепно представили, современные технологии. Александр Сергеевич, уважаемый, мне кажется, что мы сейчас на новом уровне возвращаемся к тому, что мы вместе прошли с вами в конце 90-х, в начале 2000-х, когда к обучению, когда к мотивированию пациента были обращены все взгляды, все усилия. Сейчас поколение докторов сменилось, и мне кажется, чем больше, тем лучше, если мы будем об этом много говорить, демонстрировать, и вместе командой, нашей огромной эндокринологической командой, добиваться успехом. Спасибо.